Важно, что есть связь поколений, да? И что сегодня к нам пришел еще, слава Богу, Сергей Бугаев. Слава Богу, что ты на своих ногах. Да? Вот он на своих ногах. Своих ногах, слава Богу на своих ногах. Ну, поколения, одну, другую, все вместе. Да, ну что, ну как бы, да, одну, другую связь, да? Да, ну то есть хорошо, что он пришел, да? Вот, и я надеюсь, что Сергей, потому что для меня, например, этот проект, я очень рад, что Сирин меня пригласил, и я ему помогал, собственно, в этом исследовании, искал контакты всех этих людей. Мне было очень это интересно. Но для меня самое важное, это вот эта история про, не про сами пластинки даже, да, а про то, что, собственно, про историю, да, про то, что свобода может легко вот так измениться. Для меня очень было важно, что в Москве там удалось сделать такой встречу людей, когда, например, человек из Северной Кореи, который тут сбежал. И сейчас в Северной Корее, наверное, все запрещено, да? Музыку слушать нельзя, только их национальную, да? И чтобы доставить музыку в Северную Корею, есть такой проект, с которым мы столкнулись, который посылает дроны из Южной Кореи в Северную, и сбрасывает USB-стики, да, для того, чтобы люди могли послушать что-то. И там сейчас людей, которые распространяют эту музыку, сажают, мучают, ну, столько что не убивают. То есть это все актуально, и сейчас это может в любой момент случиться, да? Из-за этого для меня этот проект очень актуален. Очень важно, что это, что эта связь поколений присутствует, да? Что сейчас может в любой момент произойти. Я очень прошу выйти на сцену Сережу. Сережа, пожалуйста. И, может быть, вы сможете ответить на вопрос, а есть ли сейчас антеграунд вообще в России, вот, в постсоветской? А, может быть, вы сказали что-то еще? Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Обещали кабаре, но кабаре обычно девчата танцуют. А у вас тут какие-то клуб подпольщиков. Как свергнуть советский режим, чтобы он этого не заметил при помощи пластинок. Нет, действительно, я хотел поблагодарить из чистого сердца, я надеюсь, вы присоединяетесь, Пола и Стивена, за то, что они выполнили, на самом деле, нашу работу. Очень глубоко копнули. Вроде бы лежит на поверхности, да? Тема с пластинками. Абсолютно уникальная. И нужно сказать, что это большой минус в наш с вами адрес. И это, на самом деле, большой вопрос, как функционирует наша культура, если она вообще функционирует. Поэтому Стивену огромное спасибо. Стивен, спасибо большое. Сергей Сеюс, спасибо большое. За культуру! За культуру! За культуру! Не только за культуру. Потому что, когда мы вас встретили, первое время, сразу же сказал, что Рональд Рейган, но я тоже могу. Мы с ним встретились, мы с Сеем, первый раз. И он говорит, вот вы не помните, наверное, но когда вы приехали с концертами подмеханики в Ливерпуль выступать в Сент-Джорджиус-Холл, вы думаете, это вот для вас что-то новое, на Запад приехали. Мы-то в газетах считали, советские люди первый раз приехали выступать в Англии. И для нас это было не меньшее, как бы там чудо, не чудо, но что-то было, в общем. И он говорит, как Рейган сказал, холодная война закончится тогда, когда советский коллектив, типа, из Ленинграда приедет выступать в Ливерпуль. И теперь он хочет на эту тему снимать фильм, нарыл вот материалы, потому что в то время это был, я не помню даже какой, в 88-й год. Постоянно за нами бегали Би-Би-Си, вот Витя Сологуб не даст соврать. И они очень много отсняли. И это история, на самом деле, продолжение деятельности Руди, которую я хочу от вашего и нашего лица пожать его мужественную руку. И проложить маленький мостик между тем, чем он занимался, и той деятельностью, которую вел наш любимый человек Сергей Курехин, который назвал свою первую пластинку, которая вышла в Англии, Ways of Freedom, Пути Свободы. Потому что вот товарищ ведущий, провокатор, кстати, что-то хотел, что-то есть и сейчас. Все есть, ты не волнуйся, главное. Я очень волнуюсь, бегу волнуюсь. Если что-то будет утрачено, мы это только снова приобретем. Обратно. Вот, поэтому, как бы в данном случае действительно чуть... Все поют, я тоже бы баяниста привел. Стой здесь, понимай, если... Хорошо, спою чуть измененную песню, которую пел Володя Лепницкий, а потом стал петь Боря Гребенчиков. Пару, может быть, слов изменю, там такая была песня. Коммунисты мальчонку поймали, затащили его в КГБ. Ты скажи нам, Пол и Стивен, где ты взял руководство в подпольной борьбе? Ничего им герой не ответил. И так далее. В смысле того, что действительно нам удалось наладить какой-то диалог, я надеюсь, что Стивен продолжит свои исследования в области контркультуры Советского Союза и теперь Россия, потому что действительно у кого-то, может быть, создается иллюзия, что что-то радикально изменилось. Как мы понимаем, по-прежнему песня поет Иосиф Давыдович Кобзон в основном. От изменения названия страны смысл не меняется, да? В каких-то сферах. Без костей. Вот. Поэтому у нас есть, как бы, такая некоторая заминка в отношении того, что теперь со всем этим наследием делать. Архивировать, превратить в музейный какой-то продукт или все-таки действительно находиться постоянно в обостренном состоянии и пытаться каким-то образом сохранять вот эту чувствительность, что все-таки люди на самом деле рисковали свободой. Просто думал, о, ребята танцевали, пластинки записывали. Это действительно была очень серьезная борьба, которая пришла на смену той борьбе за свободу, которую вели диссиденты, поэты, которые платили за это своими жизнями. И те люди, которые находились по обратную сторону этого процесса, они до сих пор существуют. Они по-прежнему считают, что Руди преступник. И скорее всего он должен сидеть в тюрьме. Да! Но здесь я перейду на веселую часть. Это было где-то года два назад в гараже Роман Абрамович пригласил Эми Вайнхаус. Царство и небесное, чистое сердце. Десять лет назад. Десять, да? Ну, видите, годы летят. Она опоздала на три часа. Так называемые олигархи все слили. Она вышла вставленная, абсолютно обдолбленная максимально. Вообще вышла. Дорогие друзья, спасибо большое, что позвали. Я очень люблю петь на еврейских свадьбах. Кстати, за этот концерт квартирку хоть себе куплю, говорит он. Пусть так было. Но, видимо, купила не квартирку, а сумку героина и, к сожалению, перешла в мир. любой. Но концерт был действительно, это совершенно незабываемый огромный как бы стадион, гараж на сцене один человек и 20 слушателей. Это было действительно незабываемо. Вот, поэтому я хочу сказать Тивену, что если у нас сложилась какая-то такая добрая традиция с британцами, где действительно дух свободы находится на очень высоком уровне, мы помним, это касается не только Sex Pistols, а гораздо более сложных процессов, что мы каким-то образом создадим какой-то интернационал, союз, или я не знаю, что это будет, чтобы какие-то проявлять друг другу взаимные подсказки, подтяжки, потому что тоже, видите, многое из того, что сегодня происходит между нашими странами, мы сейчас не отлучим, потому что это Кабара и непредвыборная компания. Не все так просто. Вот, поэтому низкий вам поклон. Спасибо. 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 Спасибо.